Сегодня 4 октября 2016 года. Вот кошка наша лежит белая. Отдыхает на холодильнике. Сегодня у нас 4 октября 2016 года вторник. И вот события дня. Всегда его никак в подробности не расскажешь. Были в событиях некоторые моменты, которые надо осветить. Вот видишь, до всего есть дело. А то у нас холодильник, кошка здесь, мыши гоняет. Я прихожу, тут провода лежат, зарядка чья-то. Не заряжается, просто так. Стоит какая-то там безделушка еще. Ей негде, ей надо простор. Там соль, вот эти баночки красные, посмотри. Сода. Плотнуюсь сюда, она остынулась и назад. Я тут же все сдвинул туда, дал ей место. На холодильнике, говорю, холодно, ей надо коврик постелить. Почему вы не видите, это слепые или вам все равно. Она нас освобождает от мышей. Кошка требует внимания. Праведник милует скоты своя. Вас это не касается. Меня вчера буквально вогнал в раздумие этот отрок, Никита Колесников. Внезапно он меня выкидывает. Я завтра перехожу к Вите. Веселый, радостный. Я так пахнул. Как переходишь? Я сказал, я готов переходить к Вите. Я сейчас закончу, потом ты дашь опровержение. Вчера ты это сказал мне. Вчера. То есть на сегодня ты переходишь. Я говорю, как, лагерь действует. То есть, ну, лагерная обслуга. Тут вот питаешься. Тут спишь. Тут занимаешься интернетом. Сюда приходишь, обедаешь. Отсюда идешь на работу, пости. Раз, и я ухожу. Почему? Я отвечу. Квартирант. Я не могу тебя вывести из этого состояния. Я очень и очень хотел бы, чтобы ты стал другим. То есть, это твое. Как ты можешь оставить одного Володю? Я не помощник. Левой рукой я не могу поднять. Вот. Я не могу даже руки поднять. А здесь ничего. Работа. Я не пьяный не валялся. Ничего. Я снимаю вот костюм. Я вот так левой, правой рукой, я вот так вот стягиваю его. И там где-то потихоньку. А правая рука дальше не зажимается. Вот она, грабли. Ну, помаленьку стану гимнастикой, там, поклонами. Днем, ночью разбомблю. И стараюсь все время быть занятым. Вчера весь день я провел на твоей усадьбе. На втором этаже. Грязная работа. Вот как заходишь на нижнем этаже, я вчера долго искал эту лопату. Ты ее положил в умывальник, в умывальницу, в раковину. Все, на улицу вышел нигде, нету, нету. Она была, ну не мог же он ее с собой утащить. Была. Володя слышит, как я хожу и тон издаю. И уже третий заход. Опять спустился, опять еще. Она нужна наверху. Когда нашел, я глянул вниз. Сажа, ты оставался здесь. Там сажа полведра было. Из этой вытаски, где палкой я проталкил. Прям под раковину-то. Почему же ты не убрал-то? Володя вчера опять по уши грязный. Ты-то был грязный, а потом помылся. Почему не убрал? Оно явно видно, лежит. Какая-то дылда там лежит. Убрать? Никак. Перешагнул и пошел. На пищи свежая, там где открывали, тряпками лежат, тряпки сдвинул, закрыл. Ничего нет, не выровненное, оставался ты там. То есть вот это отношение к работе, ко всему. Отношение плохого квартиранта. Плохого. Квартиранты разные бывают. Хорошие и плохие. Я себя к плохим не отношу. Я жил на квартире с 10 лет. В корче. У нас в потерявке 4 только класса. И уже тогда я знал, что я должен. Должен. Все время должен. Я у них живу. И отец, помню, быка здесь выпросил. На быке об их как идет волк. Зимой. Сани наложил кизяка. Дорога, чтобы не развалился. Как он привязал ее к горой. И он шел за ним, и я, он привез туда, чтобы топиться ей. Бабка. Фамилия Блюдениха. Или Блюдениха. Не знаю, хорошая бабушка была. И у нее брат жил Митяй, Митя. Мы несправедливо поступали. То есть не любили его. С братом двоюродным жили. Я знаю, что такое на квартире. Дальше, когда я стал работать, на стройке работаю. Уходя с квартиры, ну, уезжая или что-то. Все. Ограду заново перестрою им бесплатно. Привезу лес. Такой, чтобы стояло железно. Какое? Листьевница. Доски. Выпишу. Жерди. Столбы. Поставлю. В подвала нет погреба. Ведром один вытаскиваю. Под домом. Представь, под домом залазить. И копать погреб. И теперь сделать ему стенки, крышки. И все. А уезжая, оставляю все, кроме одеяла. С собой забираю одеяло. Матрас там, подушку. Все абсолютно оставляю хозяевам. И у меня дружба, где бы я ни был, вся дружба. Вы же так не делаете. Бомж. Вот у тебя сейчас есть дом. Подаренный тебе, в который ты не вложил ни рубля. Ты видишь, что внизу плита вдребезги разнесена. Внизу там болт. Болт их маленький, сверху шайба. Она на этом держится. Прогнулась, топить нельзя. Даже кружок наполовину сгоревший. Десять ветер сажи и золы вытащили на две печки. Еще русские не занимались там. Ясное дело, что хозяин был в то время, говорится, не такой, когда он строил. Про виша, ну плита, разбей ее на семь частей, что с нее будет? Пять там, семь, разницы нет. Ты ни разу не спросил, как дальше быть-то. С этой плитой это нельзя. То есть тебе все равно. Вот это меня, вот это все равно. Есть такое у баптистов песнопение. А тебе все равно. Спаситель за нас умирал. А тебе все равно. А тебе все равно. Тебя это на сто процентов касается. Ни одного вопроса не задаешь. Электричества нет? Нет. Я хожу договариваюсь с Витей. Не меньше десяти раз уже ходил. И летом уже ходил. Теперь покупаю это. У тебя денег нет, допустим. Если, я не спрашиваю. И не требую. Счетчик купил. Где поставить? Хоть бы один раз подошел, сказал, вот столб здесь, а нельзя ли вот здесь поставить, чтобы он был скрыт? То есть мне все равно. То есть ты отвечаешь, я принес кабеля 30 метров, кабеля, счетчик, коробочка. То есть, ну самое современное, электронное, что требуется. Коробка закрывает. Договариваются поставить. Пошел к стену Владимира Александровича. Тебя нету. Ну твой дом-то, ну сходи хоть один раз-то. Поклонись. Нет. Ты даже сейчас вот говорю, мухобойка, и он уперся в нее, и что-то считаешь. Тебе это вех не надо, мухобойка. Уже глаза туда. То есть, я говорю, тебе это противно. То есть это вот, на, одна мухобойка, вторая, считай, разгадывай за кроссворды и все прочее. И не стыдно ничего? Я на тебе время трачу. В другое время ты куда-то стараешься улизнуть. Ну сейчас ты за столом накормленный. Молочная. Говорят, все, все в руках твоих. Ну обрати внимание на это, это не годится. Ты заходишь, крыльцо, тобой там гвоздя не забито. Крыльцо кто-то делал, я делал его. Двери навешивал я, лестница, печь, все делал я Павлу. Стены выложены, это мной. А столбы, арматура, фундамент, плит, это его. Ну так было. А то он мой брат. Я ему помогал, а что я там буду, не знаю, вверху рамы большие где. Я пошел их заказал, привнес, поставил. Ну это летом было. Зимой надо там конечно было утеплять. Ты ни разу не спросил даже, почему крыльцо мокрое. А видно, что небо видать. Там была шиферида, ее видно сбросило. И ты каждый день ходишь и ни разу не спросил. Так тут и снег будет сыпаться. Но ты не знаешь, что снег падает вниз. Дождь падает вниз. Я тебе говорю, обрати внимание, это никакой роли не... То есть закрывать дыру ты не будешь. Хотя есть всякие обломки шифера, можно сделать, проволоку к этому привязать. То есть у тебя абсолютно все равно отстраненность. А я перехожу к Вите. То есть еще нашел одно место, куда сунуться. Там тепло. Витя все приготовил. Ждет жену с ребенком. А я в это время там буду. У меня был такой Андрей Петухов. Поселил его у Калашниковых. Ну, ночевать негде было. День. Не могу выгнать. Я говорю, у меня палатки. Вот мы строим еще. То есть землянка может жить. Ни под каким. Пришлось просто выгнать его. И все. Он не понимает. Ну, репродуктивного возраста жена. Муж рядом. Ребятишки. Из дома не могу выгнать. Вот это твое состояние. А я ухожу к Вите. Утром тебя бы не было. Витя там тебя накормил. Ты оттуда встал сейчас. К девяти в девять вышел. Коров выиграл. И все. То есть с дистанции сошел. Бросил на полпути носилки. До такого одра за хвостом в яму. Володя один хлешет. Ты вчера дома сидишь. Чем-то занимаешься ешь. А он в это время вот этот хлебушек нам пищет. Вот одиннадцать кирпичей. Не твое это труд. Ты хоть раз подошел и сказал. Володя, ты здесь давай-ка я подежурю. Там вытащу во сколько-то. Ни разу. Во сколько пищет. И ты ешь этот хлеб. Это рядом. С твоей усадьбой. Повернулся, гляжу, вчера зашагал. Все. Володя один остался. Вот это безразличие. Тупое безразличие. А может даже щаванливое. А я не такой. Вот то, что здесь не убирал. В прошлый раз я тебя припек. Давай сам убирать. Ведро мусора. Вот на этой маленькой территории ведро мусора. Там больше. Там надо убирать. Кстати, мы еще раз с Володей там хлистались. Сколько? Перебрали. Теперь надо пол переселать. Я тебе говорю, ты хоть бы спросил, а сколько досок, а где стоит взять, где... Даже не сделаешь. Ну, поинтересовался бы. Ни звука. То есть, я говорю о ком-то где-то в Лос-Анджелесе. Это я не здесь говорю. Как будто бы где-то пригород Лондона. То есть, в твоих руках только то, что не требует никакой заботы. Вот я выезжаю вчера, Исаки идет в школу. Исаки, я только крикал, Исаки, он уже далеко прошел. Он сразу остановился. Смотрит на меня, я вот так пальцем макнул. А он вышел меня ростом. Подошел Исаки, я выезжаю. Он молчу, в отца пошел. А голуби остаются. Исаки, за голубями присматривать можешь? Тут уже никак ему молчать нельзя. Головой кивнул. Говорю, ну ладно. Я говорю, ты после обеда приди сегодня, я тебе покажу, где и как. Как у отца, спроси разрешение. Он меня нашел, и на втором этаже у тебя пришел. Стоит, молчит. Ну я с о чем пришел. Ну, пойдем. Я его повел на первую голубятню. Все рассказываю, показываю. Теперь бери сам, нагребай. Как у тебя получится? Голуби у меня закрыты. Почему? За последние два дня погибло несколько голубей. Почему? Я ему естреба. Вчера нашел около твоей усадьбы там. Перышки одни. Занок. Видимо, утащил вечером. Утром. Весь днем не было там. Одни перышки валяются только. Там, где овечки сядут. Он далеко не несет. Уже сел и следующего берет. Я все рассказываю. Запертый там и здесь. Показал. Подсчитали. Здесь, допустим, 21. Примерно. Там 15. Ну, 20-36. Их надо кормить. И, смотрите, самое опасное время, когда мороз будет. Вода здесь застынет, а снегу нет. Их даже выпустишь, они ничего не найдут. Ни на озере, нигде. Они все погибнут. Надо приходить с кипятком. Чайник кипящий. И залейте рукой там шоркой, чтобы лед растаял. Они напьются один раз. Этого достаточно будет. Но тут же Витя ремонтирует нашу газель. Я говорю, дядя Витя главный. И ты с ним как идти, скажи, дядя Витя, сегодня кто из нас смотрит за голубями? Чтобы двое не лазили в один день. Витя уезжает сейчас на два дня. Надо смотреть. Я уж про кота не говорю. Кота тут я доверю другому. Чтобы иногда приходили, он не дается в руки. Здесь большой этот белый остается здесь. В прошлом году зимой здесь был. Как он был, не знаю. Где его еще построить? Запускать в дом, я боюсь, мышей. В доме может быть. А что в доме? Та же самая температура. Вот я с тобой и говорю, какие у тебя внутри чувства? Нормально. По частям. Хорошие. Хорошие. То есть ты доволен этим состоянием, да? Вот сегодня я прихожу. В прошлый раз я с банками прихожу, кошкам вот эти баночки нагребать-то. Ты меня не встретил. А сегодня дверь отворяешь, уже уберешь. То есть ясное дело, что тот и этот уже разница. Взял у меня две банки. С одной я уже зайду. Дверь не могу открыть, помолиться надо. То есть я вижу результат. Не просто так. Вот сказал там тебе там убирать, подбирать. Ты сделал. Но тебя толкать надо. Сам ты наверху вот это что там навалено, бутылки подбирать еще не будешь. А зачем? Когда у Вити хорошее все прибрано. Там ничего не надо делать. Но у Вити чердак. Заваленный, предыдущий хозяин сделал там свалку. Я очень прошу тебя. Затарь все, что там можно. Очисти ему чердак. Ему некогда. Он говорит. Затарь. Как значит затарь? Наверху. Затарить это заполнить означает, затарить. Затарить в мешке или во что? Освободить. Затарить в мешке или что? Затолкать. Чтобы вывезти куда-то, вывалить и мешки привезти. Вити скажите. Он уже отещал, Игнатьевич. Он уже сам все очистил там. Очистил? Он же ни один трактор увез оттуда. О, трактор даже. Но я уже не знаю, я там не был. Я там был, ужаснулся. Даже заснял, показал. Ты вот пришел и сразу узнал, с чем я могу быть полезен. Отсюда ты уйдешь. Не раньше, в пятницу вечером в потемках. А до этого можешь все остальное вывезти, что там на этом есть. Все перевезти. Здесь должно быть все заколочено. Двери, окна здесь замазаны. То есть с железом, деревом, дерево-плитой, как каждый год делать. Володя здесь старше. Это сделать надо. Сегодня закончится огородами. Я не помощник, повторяю. Я буду там копать у тебя на втором этаже. Но до обеда Володя должен слазить, проверить, почему, где забита труба. Я не могу там наверху. Я не могу это сделать шар. И чтобы проволока была столистая. Она ершом торчала, а шар тянет ее. И прошабрить сажу в канале. В прямом, конечно. В прямом, ни по воротах нигде. Прямая труба, ну как в каминах в Америке. В Англии. Ну, нет такой проволоки. Павел оставил вязальную. Ну, ту, которая в рамках. У пчел. Ну, она согнулась дальше. Два раза согнулась, отлетела. Я не знаю, где проволоки этой достать. Столистая и тонкая была. Чтобы легко гнулась. И распрямлялась. Туда гонят. Она чтобы маленько так прогнулась. Вот. Обратно вытаскиваешь, она прогнулась бы немножко вниз. Ну, здесь голубей нету. Труба такая круглая. На нее, видимо, не сядет голубь. А когда труба кирпичная, выведенная, то голуби садятся зимой. То ли греться, то ли еще. А видать, от угара голова-то кружится. И они падают туда внутрь. У матушки не топится печь. Я пришел, в самом деле не топится. Я посмотрел, как. Прохода нету. Четыре голубя уже мумии. Мощи голубиные только там находятся. Четыре. Крылышки раскинуты. Они там зажаренные. И все закрыли сами собой. Амбразура закрыта. Амбразура закрыта. Дыма, прохода нет. Ты ни разу не спросил даже. Ни одного слова. Ни по электричеству, ни по утеплению. Ни по сараем. Я тебе говорю вчера. У Володи мы сделали так. Со всех сторон запечатали. Здесь замок. Ни один охотник не пройдет, если он не разобьет окно. Но это уже уголовное дело. Не административная статья. Он грабитель. Он разбил. Ну, думаю, что этого не будет. И сарай закрытый. Мы думаем ключи. Все ключи подписаны с красной тряпочкой. Эти ключи. Один экземпляр остается здесь. Один отдаем мы сегодня Алеше. По электричеству я отдаю Владимиру Александровичу. Второй от ящиков, который. А один у Володи остается здесь у нас на вешалке. То есть надо обдумать даже где ключи и будут. Все продукты надо вывезти туда, поднять. Кое-что раздать в деревне. Утром рано, в субботу, ты здесь будешь грузить, помогать, отправлять. Газель не ладится. Взять с собой надо человека. Сколько у тебя весу? Ну, думаю, килограмм 74, где-то 75. Сколько? Думаю, 75, где-то так. 75 килограмм-то. 75 по нашим-то мешкам, как Надежда Васильевна, там 3. Тебя туда и обратно. Поэтому только молись. Все перегруз, сцепляются за нас. Наша Надежда Васильевна, там еще просит кто-то. А Андрей приходил, его дети там учатся, Никита и Лиза, в нашем подвале хранить там картошку. Сколько возьмете? И поэтому, ну, брать человека туда-сюда или мне, или картошку? Но это дилемма другая. Я сейчас зашел сюда. Ты что-то делаешь? Собираешь? Крежу какие-то мешочки. Ну, и твое дело. Ты человек свободный. Вышел. Вот моя мысль, куда вышел? Вышел, нету минуту, 5, 7-10 минут нету. Володя, а где? Я думаю, ты в келье там что-то собираешь. А он за морковкой ушел. Ее нету. За морковкой на огород, а там метров 250. Отсюда. Полусумра. Я еще в теплицу ходил, теплицу еще ходил, теплицу еще ходил, теплицу еще ходил, а там еще метров 250. Зачем? Помидоры взять. Да какие там помидоры? У меня никаких нету там помидоров. Ну, то есть, почему без совета? Ни одного помидора нету. Я собрал их поза вчера только. Ну, почему? Советом мы решили помидоры. Я в дверях. Ну, ты мог сказать, и Володя не говорит. Еще раз говорю. Не совет просто. Уходишь, я пошел туда-то. Мой отец через дорогу идет к Семену, к его племяннице. Марья, моей матери. Я к Семену пошел. А на мать не отвечает, щебарничает. То есть, посудой гремит. Он вот так подкашлял. Так, повернулся от двери. Марья, я к Семену пошел. Мать опять свое там щегуны вытаскивает не до Тихона. Он опять не уходит. Марья, я к Семену пошел. Да иди ты иди, уже сто раз доложился. Ну, некогда мне Тихон. То есть, его если спросишь, чтобы знали где. Через дорогу пройти. Жизнь прожили. Не надеяли друг другу. Я с детства привычен. Куда бы ни пошел. Еще раз Надежда Васильевна, конфликт был. Утром отдал рубашку. Там защитить надо было. Прихожу в обед. У дверей поперек палочка. Ясно, палочка поперек. По потеряющим меркам означает, дома никого нет. Я сунулся, дверь закрыта. Значит, она закрыта, там и вышла. Нету. Ну, огорчился. Но везде проверено. Она обычно сразу сделает, принесет. Все сделано. Она принесет тяпку, там ножи. Я тут уже сразу все дела откладываю. Наточил, принес, положил. Обычно она на пороге пишет. Я на огороде. Или ушла к Любе. И придавленная записка. Крупно, а фломастером. Нету. Я вещам пришел. Нету. Палочка так и стоит. Уже поужинал, вернулся. Палочки нет. Теперь я стучу. Выходит. Так ты где была? Дома. Я так и дома. А палочка зачем была? Ну, я тут это, вот это закрыла, а той дверь я зашла. Какой дверью? Твоей дверью. Ты той дверью больше не заходи. Палочку эту выкинь. Не можешь? Я взял палочку, забросил у нее. Обман. Лживая палочка. Она обманула всех. Приходила Люда. Такую дать приходила, дать до конца деревни. И тебя нет. У нее большая нужда была. А ты дома сидела, квасилась. Что ты целый день делала здесь? Теперь уже ей допрос. Понимаешь, я должен все время трясти вас. Вашу душу, говорит, как грушу. И тебе нужды никакой нет. У тебя стиль бомжа и квартиранта. Во всем. Абсолютно. Вот что бы ни было, ну и что? Как Виталий, а я не хозяин. Ну, ты куда ни глянь. У тебя вопрос за вопросом должен быть. Как это сделать? Как лучше? Когда мне лучше приехать? По дому сейчас. У тебя вопросов. Вот вчера мы стали обходить. Я обошел ее. Три раза обошел все там эти клетушки. Везде дыры. Как сделать так, чтобы посторонний, когда мы запрем, он не мог попасть туда? Оторвано, петля нет, вот так ворота. Ты все лето ходишь, ни разу не спросил, как эти двери поставить на место. То есть, тебя разве сынет никакой? А если бы был дворец, ты бы его, говорится, загадил в течение одного месяца. Весь. Все бы грязные ходили, немытые, не стиранные. Видимо, так. Ну, почему не спросить-то хотя бы? Дверь там не закрывается вчера. Я копаюсь там, стены на мост, отбрасываю дверь закрыть. Ага, нашел гвозди. Оказывается, он ее заколачивал. Заколотить. Твоя усадьба, твоя. Я в прошлом году не ходил, не смотрел, сегодня смотрю. Ну, хотя один раз обойди, посмотри, где тещет. Что сделать надо? Какую-то шоферину утащи, где-то у нас обломки тут на платине есть. Никак, ни разу, ни порошинка. Почему? Обеси мне. Это относится и к лагерному здесь, который, что не так где-то. Ты не видишь еще, я тебя называю слепой квартирант. Не видит абсолютно ничего. Почему? А родители так меня не воспитывали, я жил один. Но теперь-то ты уже самостоятельный. Наоборот, у тебя должна быть хватка. Ты намаялся, а ты не намаялся. Казанской сиротой прикинулся, тебя везде пригладили, пообедал и пошел. А какое тебе там мнение остается на Украине, Белоруссии, в Израиле? Тебя это трын трава. Ты пошел сегодня за морковкой. Пришел. Я говорю, сегодня морковку копать будете. Зачем он пошел в темноте? В темноте по морозу. Не буду я есть эту морковку, больше не подавайте мне ее. Сына крови, как Давид говорит. Вам это нужды даже нет. А ты бы, если кто-то пошел, да ничего бы, слопал за милую душу. Тебе и в мысль глаза. Почему? Твое. Твоя утроба. Тебе в удовольствие. Плохо. Квартирант. Он передвинул кровать, пусть ищет рядом. Почему? Квартирант это дьявол. Он одну душу наркотиками изгадил. Умертвил ее в раньше времени, до 36 лет. Перешел в другого. Ему какая разница? А Господь милует. Лечит. Чудеса творит. Хирургические руки. Лекарства. В травах везде. Потому что Господь хозяин. Вы храм. Не сатаны, капище, клуб. Не кинотеатр дьявола, а храм Божий. И кто растлит этот храм, то есть разрушит, того покарает Господь. Растлит, интересно, по-славянски. То есть главное растление. Не сохранил себя. Бабья черная дыра засосала космическая. И никакой заботы нет. Как выйти из этого состояния. Хотя бы один намек какой-то сделал. Вот в Потеряевке есть только одна женщина, которая приходит ко мне и спрашивает. Вот ребенок у меня так ведет. Что мне делать? Вот я не знаю даже. Вот мужу говорю, муж так и делает. Правильно ли я поступаю? А один человек только. А остальные нет. То есть под властью чьей-то где-то находятся. Правильно? Неправильно. Катастрофа в семьях. Прямо катастрофа. Вот он жил. Где Витя живет? Называть могу. Могу. Каждого по фамилии. Тут потеряю. Где дети? Маленькая девочка дома. Маленькая. А Артемий ходит в школу. Жалоба учителей матерится. Христианин, который причащается, матерится. Матерится, он здесь был, я его драл. Здесь, в лагере он у меня бывал. Девочка где? Что, верующая она? Ну, можно назвать верующая. Ну, стюардесса. Стюардесса верующая. Ну, это все равно, что проводница. Кто-то это? Супруга всего мира. Ведакия так ответила. Я разговаривал с проводницами. Ну, возможно, нет, это невозможно. И которая мисс красоты, ее до нынешнего, ну, берут 30 лет спустя. Она, ну, теперь она женщина. Она говорит, дядя меня за руку водил. Она была признана мисс красавица Алтайского края. Все, говорит, решается через постель. Там сидят развратники, садомиты. Они все это придумали. Разрезанное платье, высокие каблуки. Ну, и все. Мисс красоты или мокрая майка. А она не знает, как она полностью сорвала. Вот, смотрите, мокрое она облегает. Ну, что там, в груди больше ничего нет, задница. Она все скинула с себя. И все равно ей телевизор не дали, другой дали. Это пишет свободный курс Алтайской газете. Алтайская. У нас тут выпускается свободный курс. Каждый год устраивает мисс красота мокрая майка. Ну, даже, ну, представьте, как на нас мусульмане-то смотрят. Кто? Мы в их глазах хуже всякой скотины. Посмотри, как мусульманки благочестиво одеты. Она шага не сделает, чтобы не сказать мужу. А я не знаю, где-то тут. Она не знала. Он не знает, где. Я даже не знаю, где она вчера была. Да я за молоком ходил, а дальше дома сидела. Понимаешь как? Я-то разговор начал о тебе. Почему у тебя никакой заботы нету, как правильно прожить этот день? И все время ты должен к кому-то жать, и притом неблагодарный. Приняли? Приедем туда. Ты ни разу не спросил, а как нынче там у нас с дровами в Барнауле? Кто дрова привезет? Как заходить? Мы уехали. Как охранять? Меня этот интересует вопрос. Не просто. Я в государственном масштабе все время решаю вопросы. Когда я иногда говорю, вот здесь поступил президент так-то. А можно было вот так? И лучший вариант был бы. У меня отец такого настроя был. Придет и говорит. Решение принимало колхозное собрание. Это надо было вот так сделать. Я всегда думал, а почему отца моего не избрали? У него класса образования не было. Он писать не умел. Он не считал никогда. Но у него была интуитивная память феноменальная. Я написал об этом Пескову, природоведение там, в комсомольской правде, Василий Михайлович. Он говорит, мы этот материал употребим. Он где-то его писал об этом. Каждая вещь узнает, от какой она, когда она покрылась, то есть гулялась. Когда будут ягнята от нее хозяев. Ничего не записывал, все на память. Гусь любая, курица идет, он говорит, я до того удивлялся. Я все на бумажке. Я повторю. Конечно, кое-что и запомнится бывает это. Я опять возвращаюсь. Почему ты забываешь? То есть ты и не помнишь это. Вот сейчас мы выйдем из-за стола. У нас уже сейчас, ну, а сейчас позже, так что ты успеешь. Без десяти восемь только. И ты все, отошел. Махнул рукой, как будто разговора не было. Запрыгал опять, ухватился. То есть за задницу, которую не отодрали. Все, целенький и пошел. А я на квартиру перехожу. Вот так сегодня разводятся. Как Лев Толстой пишет. А я к Ваньке перехожу, он кучерявее. Вот твои тряпки, а вот мои куклы. Развод. То есть она не строила семью, она не строила квартиру. А мне все дорого. Я тебе показываю. Смотри, какие поперечины. Их, ну, это как лаги, по которым доски. Доски, откуда взять? Все это должно быть. Вот этих, их нету. Я думал, где положить вот такая, которая с обзолом. Где? Ты пришел, устал, ничего нет? Столбы. Клеенка. Ну, нет ничего, к чему бы я не прикоснулся. Вот как этот гусек стоит, электричный стоит. Столбы, натяжка, лампа. Все. Печка моими руками сделана. Почему? Мне это дорого. Поэтому нападки Роснадзора я воспринимаю, как нападки лично на меня. По-другому никак. Вот она кошка, она моя. Я о ней забочусь. Ехать, я говорю, Володя, возьми с собой корма. Нам туда ехать. Мы еще не поехали. Я, Володя, наказываю, пеки каждый день хлеб. Хотя бы мешок. Сейчас делаю звонок, чтобы там Неонила Алексеевна Щукина нам готовят из нашей муки. Я ей дал муку. А заботился о себе, когда приедем сейчас, чтобы она сухарей насушила. Мы приедем, чтобы свежие булочки были. Ты даже, ну, ни разу не спросил. Вы приедете, а там котел не застынет. Кто будет топить? Ну, не ты же топить будешь. Володя. А ты не будешь. Почему? Даже тебя назначит, батюшка, ты не будешь. Да я тебя одного туда не знаю, запущу или нет. Ну, переломи эту обстановку. Я тебя лишний раз не трогаю. Ты пастешь сам. Ни разу не спросил, в какое время лучше поить. На какие лучше пастбища. Я сам уже напрашиваюсь. Почему? Я пастух. Сын пастуха. Знаю все деревья. Деревца здесь. Где какие травы растут. Вот мы сейчас с Володей проехали, где спортсет у них там посеянный был, убрали. Куда можно гонять. Где накрученные эти бобины, и их уберут, там пасти можно. Ну, кому сказать-то? Тебе это не надо. Василиса туда не погонит. Она влагой их держит. Овцы полудохлые в зиму заходят. Тебе пример-то брать не с кого. И ты сейчас только, ну, слушаешь, ну, лишь бы только отстал дед. Встал опять, отряхнулся и пошел. План твой, дальнейший. Дальнейший твой план, я тебе говорю. Ты должен сказать так. Я сейчас прихожу, сегодня погода хорошая. Огород должен быть убран. Мешки заранее приготовить сейчас. Тележку сюда подвезти. Палатки, чтобы были здесь. Отсюда будем брать. Повезем отсюда в субботу. И сразу, Володя, время еще есть. Давай запечатывать все. Сдвигать все, сдвинуть к кухне. Из кухни вывезти что можно. Когда здесь все это закончите, ты переключишься на дом. Пока я здесь. Я сейчас буду там подбирать опять пыль. Глотать тебя нету. То есть, вот надо подготовить ее, купить, отремонтировать. Вокруг ты траву рвал. Рвал. Помогал пилить. Помогал отмостку делать. Но ты все время на второстепенных работах. Ты вчера цемент не убрал? Так и лежит на улице. Я его не видел даже. А то как ты видел-то, если не подошел? Нет. Ну, где Володя был, так рядом тут на фундамент, который... Это отмостка и повыше фундамента. Он прямо на ней я поднял. А, ну я там нет. Он не был забрать. Бросили цемент. Мне он на глаза попал, во мне. Вчера я жесть полностью освободил, пошел. Твоя усадьба. Ты ни разу не зашел. Ни разу. Отмостка сделана. Провода набросаны. Там или не там. Я вчера провода подбираю, как будто я здесь живу. А тебе нужды нету, говорится, не чешешься. Ну, мог ты убрать жесть. Вчера я кое-как это жестину перекинул в ограду. В ограду. В ограде, где еще валяются, тебе нужды нету. Никакой. Ты пасешь, мы с Володей у тебя там перепилили все. Ну, а это больше осталось. Жду Романа, чтобы... То есть совершенно тебя нету. Нету. О, пасешь. Ну, а дом, на прессах, вообрази на минуту, что жена не только для того, чтобы переспать, но и заботиться, и дети, и отправить в школу, одеть, купить, чтобы они были в тепле. Способен ли ты на это? Или как Бог даст? Богатому олигарху будешь говорить, как Бог даст. А ему понравится, как ты его называл. Вот это положение квартирантам мне никогда не было приятным. Никогда. Если я там оказался, я должен и крышу перекрыть. У них стекла пахея. Я на стройке выпишу, принесу, привезу. Я хозяевам нужен. Я уезжал, хозяйка плакала. Хозяин тоже на работе, Марфа. До сего. У нас были с ней такие интимные отношения, близкие просто, очень близкие. Интимные это не половые. Она приходит, она не баптисты, Карповы. Город Пенза. Игнашенька, я же беременная. И врачи говорят, что рожать нельзя, сама плачет. Что делать? Я говорю, Марфонька, рожай и умри. А уже трое ребятишек. Трое. Сказали, больше нельзя иметь. И вдруг у них приезжает какой-то баптист с юга, с бородой, приятной наружности. Она к нему. Врач, он осмотрел, подтвердил диагноз. Рожать нельзя. Она пришла, слезами уливается. Игнашенька, что делать? Я говорю, Марфенька, давай молиться. Мы с ней встали и плакали вместе. Она родила ее нормально. И еще после этого, у нее было сейчас, чтобы не ошибиться, кажется, после этого ребенка, которого Пашей назвали, Павликом, еще, кажется, семерых родила. Никому не верь, Богу доверяйся. Рожать нельзя. У моей сестры Валентины так же было. Та же самая история. Рожай, сколько Бог даст. И Бог сохранит тебя. Доверься. Потому что если речь идет об убийстве, а в аборте, не иди на это. Умри, но не будь убийцей. А жестокий ответ? Ну, жестокий дайте другой. Христианский ответ во свете Библии. А не просто так. Вон, а видишь, как намывается. Глянь, как на нее. Вот. Неаккуратно встала, перестала она. Устала так. Лежала, спала, сон видела. Вот. Надо помыться. Вот видишь, как сейчас лапу очистит, и чистая лапой обтирать все будет. Вот учись. Так, подожди. Вот так. Грязной лапой утираться не будет. Вот так. Что-то разговаривает о чем-то. Пусть не променяли. Ну-ка. Да нет, слово белое не было сказано. Так, подожди. То есть ей не все равно, где она находится. Она среди нас находится. И собаке не все равно. И собаке не все равно. Тебе все равно. Ты сказал вчера эти слова. Ты сказал, что завтра я перехожу к Вите. Я готов переходить. Ну, завтра я готов переходить к Вите. Я так сказал. Готов. И все, встал, пошел. Я не понимаю. То ли посмеялся ты надо мной, то ли еще. Ну, не мог же ты серьезно так говорить, чтобы переходить. Как переходить, когда лагерь совершенно не свернутый. Ну, я не посмеялся. Дал толчок тому, что пора лагерь уже собирать. Я это имел ввиду. Что-то можно уже. Тебя утром нету. Ты должен быть здесь. Успеть что-то сделать. Каждую минуту где-то наставление дать какое-то. Уходишь. Никуда к Вите в дом не заходить. Без моего разрешения. Только в пятницу вещи снесешь ему. И все. Все остальное отменяется, как Филипп Ильич говорит. Отменяется. Всякие разные прогулки там по кухням. Здесь навести, увести, спрятать, запечатать, консервировать. Теперь насосы еще из реки не вытащены. Нет. Нет. А? Нет. Нет. А ты даже о нем не вспомнил ни разу о насосе-то. Ты скажи. Нет, мы вспоминали часто об насосе-то. Ну, что ты сделал? Ладно, вспоминай. Ляй, насос. И поешь песню. Иди к насосу. Вспоминал-то. А что ты вспоминал о нем? Скажи. Он не нужен. Качать уже не будем. Почему не вытащилось, вспоминал? Почему его не проставили, не принесли, опять под кровать не поставили? Все, заглохло. На огороде шланги продули? Нет. Они застывшие. Ты спрятал их, привез куда-то? Нет. Шланги, которые здесь освободили, нет. Бак, который с водой освободили, нет. То есть ничего не сделано совершенно. И надо пройти, где костер, в огороде, все везде убрать, ботву убрать и завязать. Консервация на зиму идет. По прудам ни разу не спросил. Мы с тобой ходили, там, теперь пройдешь утром, или когда пойдешь пасти, вытащи оттуда доски. Одну оставь только. Мы сейчас сделали полностью, все выложили. И здесь повыше заложили. Это где? На лагерном. Где ты работал? Я не могу корову оставить так. После, может, после пасть будет. Твое дело. Вы рядом пасете, гляжу, Исааки, стоит на бугре полчаса. Коровы пасутся на той стороне. Там сена нету. То это подойти и вытащить, для этого требуется, ну, две минуты. Две минуты. А я не могу. Вот это ты весь здесь. Две минуты. И расстояние там сто метров. Лукавая душа твоя. Разбегаются эти лукавые овцы, коровы от меня по всем этим, по всякому, как там, холмистому месту. Надо постоянно за ними следить. Ты пасешь на этой стороне, прогнал туда. Идешь мимо, а коровы идут. Завернул быстренько, выдернул доски и положил вверху, чтобы только их водой не смыло. Вытащить. Они легко поднимаются. Две минуты, две, больше там не надо. Мы их подогнали, все. Теперь о других прудах ты ни разу не спросил. Что там сделать? Как? Ни разу. То есть тебя там нету. Вот дали указание. Бульдадерису обед носить. Нормальный. Принес. То есть бегать, ходить. Вы все любите. Виталий особенно любил бегать. Только пошли куда. Весь день будет ходить туда-сюда. А что не сделано? Это, трын-трава. Ну это ж послушание ходить. Не просто так же мы ходим. Ну да. Ну да. Посыльный. Посыльный послали его за смертью. И ты никогда не умрешь. Он ее не найдет и не приведет. Вас только за смертью посылать. Будешь жить спокойно еще 70 лет. Не ошибешься. Вот вчера прихожу. Кусок хлеба лежит. Надкусано непонятно. Белое лежит здесь на газете. Кусок хлеба. А ее вот так наклонено. Она могла вытащить? Могла. Предположительно могла. Я говорю, зачем хлеб? Ты сразу. А я его съем. Как ты его съешь? Хохол немытый. Да как ты можешь его съесть? Это кошка. Кошащая. Совсем согласен. А хохол немытый. Саду в позу становится. Я в 68-й школе был. И там Торшин. Ну какая поза? Где вы позу видите? Торшин, директор. Заслуженный учитель Российской Федерации. Занесен в энциклопедию, там, Академия Охрана, там, что-то где-то. И он прощищает одно. Вот вы с собой так ведете. Ну можно ли так себя вести? Он директор. Всю жизнь директор. Поэт. Депутат законодательного собрания. Так, ко мне все это положите сюда, чтобы я мог взять косточки все. Уважаемый человек, он с ней разговаривает, я сижу рядом в его кабинете. И она голову опустила. Ну вот вы пришли домой, мать говорит, там, пришла домой в 5 утра. Годится ли это? Уроки не выучены. Она никак. Так что я матери скажу? Мать с тобой-то как мучается? Как она взыграла? Мать моя! Вы не трожьте мать мою! Да я за мою мать глотку любому порву! Все. То есть она полностью лишенная сознания. Директору. Знаменитому такому человеку. Я и мать ей не нужна. Не забуду мать родную. А то они колят на себе. Не забудет он. А мать передачки ему нес. Он не забудет. Он помнит, что она должна передачу ему привезти. Он все время помнит о ней. И то тоже. А я не забуду. Ты забудь об этом. И какие поговорки я тебе говорю, ты понимаешь, что они рождены не на пустом месте. Не я их придумал. Ты это показал отношением к чистоте. Я сейчас иду в твою усадьбу. И там буду подбирать. И тебе даже никакой нужды нету. Что я там вожусь целыми днями, копаюсь. И все, вчера пришел, ты встал. Я хочу там сделать, чтобы у тебя балкончик был. Восход смотреть. Уже вчера самое главное это днище. Просмолели новые доски, пожертвовавшись, Володя сделали. Занесли кое-что. Это мы сделаем сегодня. Сейчас, Володя, пойдем. Сразу первым делаем трубу и потом туда. Ты меня понял? Понял. Кончай быть квартирантом-бомжом. Ты хозяин. Ты себя хозяином не ощущаешь нигде никак. Ни на квартире, ни в церкви, нигде нет. Нигде. А тем бы ты не повернулся, я отвечаю за тот участок, который около меня. Люди, которые здесь. Меня в тюрьму когда посадили, и теперь мне говорят, пишут. Я говорю, я ни за что не отвечаю. Я отвечаю только за камеру. За камеру. За чистоту. За следствие. За все, что от меня зависит. Все. Чернобыль рвется без меня, когда я в тюрьме. Я думаю, меня изъяли на тысячи, а потеряли на миллиарды. Я поневоле это подумал. Запорошило пол Европе глаза. Не замай, не трожь верующих. А то еще рванет. Вот мы уходим здесь. Володя остается один. Володя, быстро сейчас поправляйся. Долго не задерживайся. Если можно, замес сделай. Муки. То, чтобы квасилось. И потом опять. Начинай печь, иначе будет некогда. Вопросы. Ну как, поговорили, встали, как с гуся вода отошла. Или что-то ты будешь думать, что ты хозяин. Эх, не отпустили к Вите сегодня. Здорово было бы. У Вити там коечка. У него все есть, пыли нет. Здорово как. Встал, поспал. Отряхнулся, пошел пасти коров. Пришел, опять поел. Витя сготовит. Ну, что, Витя? Я могу сам сготовить. Это нетрудно. Никита, неправильно. Неправильное отношение к жизни. К жизни. А это, ты такой духовный, что ни о чем не хочешь заботиться. На каждый день хватает заботы. Но у тебя на каждый день нет заботы. На один день. Там написано, не заботитесь, что на завтра есть пить. Завтра. Ты на минуту вперед даже не смотришь. Что ты будешь есть? Я вчера сажусь за стол, кусочка хлеба нет. Я же говорил, что Володя пек. А вот тут коржики лежат, вот чьи они, я не знаю, Володин или твои. Я не знаю, тоже чьи, я их все съем. Почему-то сестра мне принесла. А я с вами делюсь. Она знает, что я люблю и такие сделала. Надо было сказать, мы бы не ели. Что ж, наверное? Да не надо, я дал. Но без хлеба трудно. Почему он вовремя не спек? День на день раньше. Почему ты его к этому не побудил? Ну, ты какой. Хлеб не печал. Ты бы сказал, Володя, а у нас хлеба нет? Я ему как говорю? Разве так я ему говорю? Мы едем, Володя, чтобы мешок хлеба был. Приедем, там некогда готовят, русской печи нет. И пока та начнет работать, наша помощница, Нянила Алексеевна, у нас будет все свое. Кошкам с собой возьмите. Молоком снабдите. Чтобы мы приехали, все у нас было. Уже встречи. Там по скайпу сколько ждут. Книги выслать. Иначе, 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 дело в том, что тесто, хлеб, оно очень отнимает много времени. А у нас его и так мало. Снимается. Будем без хлеба обзорло. Почему? Просто вчера тесто долго, я же там с вами занимался. Иначе, рука твоя там берется за это. Занимался долго. Ты так показываешь? Так, вопросы. Значит, огород после обеда занимаемся. Да, конечно. На обеда ты пасешь сегодня за Устиновых, я понял, так? За Янчуков. Или за Янчуков, разницы нет. Так, у тебя один вопрос. Что нам делать? Вопрос Чижишевского, Николая Гавриловича. Да. Что нам делать? Что делать? Первое дело делать, отношения к жизни изменить. Не быть бомжем и не быть квартирантом. У тебя одно. Открыть глаза, ты слепой. Полностью намертно слепой. Пустые глазницы. Это не подходит никому. Ты нигде никогда не будешь иметь друзей. Все будут понимать, на хлебник паразит поселился рядом. Чтоб кто-то кормил, кто-то строил, кто-то делал. А я бы подглядывал и ждал, когда построят. Ты теперь можешь принимать людей. Вверху-то можно сделать, человек 10 будут жить. Внизу у тебя комнаты какие. И русская печь. Ты все подготовь, чтобы людей принимать было. Чтоб мама твоя приехала. Вот Павел, я говорю, яблони свои там выкапают. Ты попросил, посадил бы перед домом. У тебя по полисаднику же загорожены. Ты с Украины бы выписал какие-то абрикосы, что угодно. Какие яблони. Ну, через матушку. Ты с ней дружишь. Она агроном. Чтобы у тебя розы были, с неонилой поговори. Когда посадить, скажи лучше. Чтобы перед домом, у тебя перекопано было вот это все. Где? Перед домом, в этой решетке. Посажены, святы были. Там будет расти крапива. Надо ее полностью перелопатить. Эту землю. Так, как мы делали, когда отмостку делали. А потом затрамбовали. Твой дом, твой дом. Делайте. Я заботился здесь обо всем. Тут что сделали, здесь была Наталья Приходько. Дай Бог здоровья. Она заботилась о всем, что садить в огороде, что сейчас яблони там и прочее. Обязательно найдется такой человек, потому что я занимался общими вопросами. Привезти, сделать, построить. А она разными вишнями, облепихой, яблони все еще растет. Розы здесь на себе. Как закрыть? Ты уедешь. Еще рано закрывать виноград. Он закроет. Витя, нахажи. Почему? Виноград. Он сказал, уже закрыть надо его. Уже сейчас закрыть? Да. Вот, значит, сколько тебе работы, а я ухожу. Так, не уходить без моего ведома, пока я тебя не благословлю. Ты сам понимаешь, я сразу приму санкции. Хорошо. У меня один был такой. Голубя теребил и перья бросил в туалет. Зачем? Туалет назначен только для одного, чтобы опорожняться человеку. Чтобы ни одной кожурки там не было. Я ему сказал, больше в туалет не заходи. Минимум 4 дня. Ходил он туда в крапиву или за здание тебе с лопатой. Как-то в мозги тебе вбить. Не знаю, тот человек понял или нет. У меня были такие. Кто же этот несчастный? А? Кто же этот несчастный человек? А как ты думаешь, кто? Ты его не знаешь. Нет. И не встречался. Посмотри. Ну, вы сказали еще. Я у вас спрашиваю. Ну, а я тебе отвечаю. Колесников Никита Андреевич. Однофамилия смыла. Да. Который туда перо сбрасывал. А другое стекло. Я сказал, тогда не заходи. Твой ресурс уже использован. Бери лопату, ходи туда. Вот этот человек. Вот он, полной натуры. И поэтому в городе везде в унитаз написано, когда заходишь. Не спускайте там то, другое. Не спускайте. Она не назначена для этого унитаз. Вот едешь дорогой, везде, ну, где остановка, заправлять машину. И там можно зайти. И везде написано это. То есть везде вот это хватает. Пакости. Забивает, а потом не знает, как выйти. Вопросов нет? Мне сейчас что, телегу притащить к огороду? Мешки взять или что мы там... Все, все сделать. Мешки подготовить. Володя, спросишь, сколько надо. Телега должна быть здесь или туда завести. Ты успеешь еще к восьми. Это к девяти. Чтобы как только поели, оба сразу уходите. Ножи должны быть готовы. С завязки. Там лопата, что такое. Меня там не будет. Но когда я говорю, меня не будет, это означает, что не изменю это мнение. Будет получше рукам моим. Будет очень тепло, то я тоже приду и буду ползать. Ползком, но буду резать. Понял? Все. С огородом должно быть закончено. Что я тебе описал? Ни шага в сторону Виктора. Иначе Виктор тебя не примет. Одно слово, и дверь закрылась. Ты понял? Да я ни за что не пошел к Виктору. Беженец какой. Мне нужны дела. Это из-за стола мы еще не вырезаем. И все это за столом разговор. Господи, слава тебе. Прости, Владыка, и помилуй. Спаси и сохрани и благослови. Хвала тебе, Отец, сын и Святой Дух. Аминь. Богу нашему слава. С Богом. Богу忘ρα. С Богом. Господи, я набраю.